Казахстанские школьники снова сядут за парты. В Министерстве образования приняли решение, что в новом учебном году учащиеся школ, колледжи и вузов вернутся к традиционному формату обучения. Но при этом соблюдение санитарных норм будет на строгом контроле. В детских садах смогут обучаться не больше 20-25 детей. В школах будут организованы дополнительные смены. В образовательных учреждениях будет работать система 1 класс, 1 кабинет. О всех новшествах расскажет Рамина Мирзалимова. День знаний в этом году для учащихся пройдет, как и в допандемийные времена, в традиционном формате. Первоклашки в торжественной обстановке получат свой первый букварь. А ученикам 2-11 классов проведут тематический классный час. По словам министра образования, меры безопасности принимаются повсеместно и в полном объеме. Большинство педагогов уже получили антиковидную вакцину. По состоянию на 9 августа 93% педагогов образовательных учреждений и 88% других работников получили вакцину против коронавируса. Университеты проводят специальные мероприятия для привлечения студентов к вакцинации. Это, к примеру, снижение оплаты за обучение, организация бесплатных курсов, предоставление путевок и ценных подарков. А еще и Магомбетов заявил, что школьная форма сохраняется, но из-за пандемии в ведомстве приняли решение разрешить школьникам приходить в удобной одежде классического образца. Кроме того, специалисты отмечают, на дистанционке снизилось качество образования, поэтому в министерстве обещали провести работу над ошибками. С этой целью будем проводить комплексные системные мероприятия. Уже исследованы результаты дистанционного обучения. Соответственно, в этом учебном году по основным предметам будет отводиться больше часов на сложные темы прошлого года. Также большое внимание уделяется корректировке учебных программ и дополнительной работе с детьми, у которых плохая успеваемость. Среди нововведений и то, что в школах страны будет действовать система АШИХ. Помимо этого, в Национальной палате предпринимателей просят разрешить работу по выходным добросовестным участникам этого проекта. В связи с различными ситуациями в регионах предлагаем установить единое постановление главного государственного санитарного врача по проекту АШИХ. Ранее это предложение было учтено, но красная зона не вошла. Просим распространить данные требования на регионы, которые находятся в красной зоне. Ведь сейчас большая часть регионов входит в красную зону. На сегодня приложением АШИХ пользуются больше 4 миллионов человек. Среди активных АШИХовцев – жители городов Нур-Султан, Алматы, Шимкент, а также Карагандинской и Атыраусской областей. К слову, в сутки через QR свой статус проверяют порядка 400 тысяч человек. Рамина Мирзалимова, Аслабек, Тойбек, телеканал Алматы, Нур-Султан.